Сегодня во всех школах Кызыла и районных центрах республики прошло экспериментальное собеседование по русскому языку среди учащихся девятых классов. В мероприятии приняли участие около тысячи тувинских школьников. По данным регионального центра оценки качества, устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации образовательного проекта «Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников». Это неоценимый опыт для республики, для каждого ребенка и педагога, которые сегодня выполняют задания. К чему идет подготовка? В феврале месяце с 14 по 16 по всей стране пройдет устное собеседование для всех девятиклассников, всех школ, всех регионов нашей большой страны. Поэтому у нас есть сегодня возможность попробовать пройти это испытание. Вместе с тувой пробное собеседование сегодня прошло в 39 регионах страны. По сообщениям Министерства образования России, устное собеседование по русскому языку станет допуском к аттестации, так же, как и сочинения в 11 классе. Однако собеседование самих школьников ничуть не пугает. «Мне кажется, что устная часть по русскому языку все-таки нужна для учеников, потому что мне кажется, что каждый должен по-своему раскрыться. Также устная часть помогает ученику рассказать свой опыт. Учитель может лучше узнать ученика. Все-таки разговорная часть очень важна сейчас в Туве». Большинство подростков готовились к устному испытанию не больше недели. Главным критерием собеседования является грамотная речь школьника на русском языке. «Это, наверное, даже идет на пользу. Это, во-первых, колоссальный опыт. Человек имеет свое мнение и высказывает это, то, что он думает. И, наверное, это даже, с другой стороны, честно. Из-за того, что бывают же такие ученики, которые списывают на экзаменах. И мало ли что, не говорит человек на русском. Ну, все-таки он живет в Российской Федерации, и он должен знать русский язык». Собеседование включает в себя выразительное чтение от текста вслух, пересказ и три вопроса на выбор учащегося. Девятиклассники рассказали про свои летние каникулы, как они встречают гостей и какими должны быть школьные перемены. «Иван Чернадский нашел, как выдающийся человек. Он видел много лет вперед. Благодаря ему появилось...» На выполнение работы каждому участнику отводилось около 15 минут. В процессе проведения собеседования велась аудиозапись. Оценка выполнения заданий работы осуществляется экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка. Отметим, что устное собеседование по русскому языку предполагается ввести уже в программу государственной итоговой аттестации 2018 года для девятиклассников, которая пройдет с 14 по 16 февраля. В будущем же устное собеседование, возможно, станет частью не только ГИА, но и единого государственного экзамена для выпускников российских школ. Редактор субтитров А.Семкин